Продолжаем выпуск. Легализуй имущество и не будет проблем в будущем. Налогоплательщикам вновь напоминают о правилах участия в акции. О них рассказывали на специально организованном семинар совещания в фискальном органе. Репортаж Кристина Горбаченко. Налогоплательщикам вновь рассказывают о правилах легализации. С 1 сентября 2014 года у всех казахстанцев есть возможность узаконить свое имущество, даже если оно находится за пределами страны. В этом вам помогут в фискальном органе по месту жительства. Стоит лишь предоставить пакет документов и оплатить 10% от стоимости заграничной покупки. Управлением государственных доходов по городу Петерпавловск проводится легализация за пределами республики Казахстан. Недвижимое имущество. Имеется за пределами республики Казахстан два обращения. Данные объекты легализованы. Если же ваше имущество находится в Казахстане, то обращаться нужно в местные исполнительные органы. С начала акции, а прошло уже полгода, заявление легализовать имущество написали 196 петропавловцев. Чаще всего горожане хотят узаконить нежилые помещения. Что касается финансов, то денежные средства зарегистрировал лишь один человек. В целях информирования населения об основных условиях проводимой акции в части денег на интернет-портале Национального банка создан раздел специальный легализация денежных средств, где размещены нормативно-правовые акты, законы, подзаконные акты, список финансовых организаций, кто может проводить, осуществлять открытие счетов от этих вот. Затем брокеры, список брокеров и вопросы-ответы. Специалисты слушателям подробно рассказывают о правилах процедуры, кто имеет права на легализацию, какие необходимы документы, о сроках и о том, в каких случаях можно получить отказ. Такую информацию налогоплательщики считают полезной. Я тоже буду оповещать всех и разъяснять. Спасибо за семинар. Такие семинары нужно проводить почаще, чтобы население. Мы не очень часто читаем в газетах, смотрим телевидение, а на семинарах мы узнаем более подробную всю информацию. Акция по легализации имущества и денежных средств в стране продлится до декабря 2015 года. Фискальном органе рекомендуют воспользоваться возможностью амнистии, чтобы в будущем не было проблем с законом.